Друзья, всем большой привет! Рада, что заглянули ко мне на канал. Сегодня покажу покупки косметики за июль. И хочу начать с Royal Samples Beauty Box Sunny Edition. Заказала его на Валберис. Как-то попался мне на глаза. Была выгодная цена. Он мне обошелся в 950 рублей. Там, насколько я помню, было 14 продуктов. Я решила себе заказать, попробовать. Никогда не заказывала через Валберис. Но, в принципе, все пришло быстро. Удобно, хорошо запаковано. Ничего не повредилось. Поэтому могу посоветовать. Коробку я не стала тащить, потому что мне было неудобно. Я только взяла вот эту саму оплетку, чтобы вам показать. Ну и давайте тогда приступим. Быстренько покажу, что было в составе. Скраб клюква в сахаре от компании Cool Rule. Скраб для тела. 200 грамм на основе сахара с клюквой. Сахарный скраб. У меня такого еще не было. Мне очень интересно было попробовать. Поэтому взяла 200 грамм. В принципе, неплохой объем. В полной версии попадается крем вокруг глаз от темных кругов. Аевит Байли Бридером. Базик Ке сокращает морщин, устраняет отечность, питает и увлажняет. Здесь 20 миллилитров срок годности до 1-го, 25-го. Но я думаю, что я возьму его в микс сезонье. Такой вот симпатичный крем. Удобный длинный носик. Я понятия не имею, сколько он стоит. Но вот я бы за него заплатила рублей 400. Я бы дала ему рублей 400. Где-то так. Также попадается в полной версии Миксит массажное масло антицеллюлитное с охлаждающим эффектом на основе эфирных масел мяты, грейпфрута и экстракта ламинария. 150 миллилитров. Мне очень понравятся подобные вещи. Я люблю разные обертывания, разные скрабы. Все вот эти заморочки сделаю. Поэтому это я тоже буду использовать. Я уже открутила, потестировала аромат. Действительно такое охлаждающее действие. Аромат мяты. Вот прямо сейчас на лето буду с большим удовольствием использовать масло сладкого миндаля, ламинария, грейпфрута и масло мяты кучерявый. Так же удобно, что есть помпа-дозатор. Буду пользоваться. В коробочке от Royal Samples попалась мне компания Она Иная. Смотрите, какое красивое оформление. Пластиковая упаковка с распылителем, парфюмированный спрей для тела, палисандр. Палисандр, насколько я помню, это ценные породы дерева. Растет в Пакистане, Индии, Шри-Ланге, Донезии. Я уже потестировала этот аромат. На первый взгляд он мне не подошел, не понравился. Потому что здесь какая-то горько-соленая, мокрая деревяшка. Но потом аромат немножко развеялся. И он показался очень необычным, очень пикантным, таким завораживающим. Поэтому буду знакомиться, буду тестировать. С компанией Она Иная я вообще не знакома. Это у нас, насколько я помню, да, город Казань изготовитель. Поэтому буду тестировать. Мне кажется, конечно, не для лета. Это больше подойдет для осени, для зимы. Но, тем не менее, мне оформление понравилось. Также в полной версии попадается компания Деппил Тач. Комплекс натуральных масел для депиляции и ухода за кожей. Сладкий миндаль, макадамия и кокос. 50 мл. Здесь очень неплохой состав. Где-то я видела способ применения. Наносим несколько капель на зону депиляции. Либо на ту зону, которую нам нужно. Давайте вскроем. Я уже это масло тоже вскрывала. Даже использовала. Очень такое жирненькое масло. С пипеткой. Сейчас вам покажу. Несколько капель. Нужно совсем небольшое количество, чтобы распределить по нужным участкам. Масло такое здесь действительно жирненькое, плотненькое. Что мне очень понравилось, это то, что обладает приятным косметическим ароматом. Сейчас как раз и буду наносить на ножки после депиляции, после бритья. В общем, класс. Я думаю, что это масло мне не помешает. Я не видела его в продаже, но с удовольствием буду тестировать. Также от Института Стеллар была сыворотка Face Serum 30 мл. Green Molecule. У меня от Института Стеллар точно из этой же серии есть гель для зоны вокруг глаз в использовании. Сейчас вот к нему в пару добавлю сыворотку. Прямо сейчас уже возьму в использование. Видите, она запечатана. Давайте сейчас мы с вами вскроем. Вот такой состав. Такие ингредиенты. Моделирующая сыворотка для омоложения лица. Утром и вечером нанести на очищенную кожу лица. Здесь пластиковая упаковка. И смотрите, девочки, такое ощущение, как будто либо не долили, либо использовано. То есть, прям ровно половина. То есть, либо упаковка в 50 мл, а налили 30, либо что. Либо не долили. Не знаю, как к этому относиться. С другой стороны, упаковка была закрыта. Мы вместе с вами вскрывали. И что из этого следует, не знаю. Давайте откроем, посмотрим. Это такая вот текстура. Ну-ка, по аромату. Аромат приятный. Такой косметически зеленый. Но я не знаю, как на это реагировать. Половина упаковки. Ладно, посмотрим, потестируем. Что тут уж делаешь, ничего не сделаешь. Следующий продукт. Это компания Sheneman Professional. С этой компанией не знакома. Мне попалась пенка для умывания. 50 мл с миндальной кислотой. Такая вот пенка. Интересный очень. Закос под иностранную компанию. На самом деле, изготовитель у нас город Москва, улица Снежная. Довольно свежая, март этого года. Немножко она постоит у меня в запасах. И так, вроде симпатичная. Также в этой коробочке попадается пантенол 5% от Libriderm. Попадается в виде спрея. Обладает восстанавливающим действием. Подходит для разных проблем кожи. В том числе и повреждения солнечной ожоги, термические, разные неприятности с кожей. Пантенол всегда дома должен быть. Поэтому точно не помешает. Также попадается тонизирующий гель для душа. Бергамот и кедр. Когда-то он мне в свое время попался в коробочке. Тоже я просто влюбилась в этот аромат. Потом я заказала полную версию. Там такой огромный бутылек. По-моему в 350 либо в 370 мл. И вот сейчас он мне опять попался. С большим удовольствием его использую. Он гелевый. Обладает приятным ароматом. Это действительно бергамот. Это кедр. Это зима. Это вот эти шишки мои любимые. Сосны. Поэтому 100% классный вариант. Отчищающие полоски для носа Сетуа. Здесь 6 полосок. Чистая кожа до кончика носа. Сделано в Корее. Мне такие в принципе полоски для носа нужны. Я как-то и сама покупаю. Периодически чищу. Вот такие вот 6 полосочек. В принципе неплохо. Так как мне это нужно. Я этим пользуюсь. Поэтому я рада таким наполнением бокса. Состав был открытый. Поэтому можно было посмотреть. Нужно вам это либо не нужно. Также попадается две тканевых маски. От Сетуа. Маска для лица с коллагеном. Восстанавливающая слип. От Лимани. Платинум и коллаген. Тоже маска восстанавливающая. Давайте подальше ее уберем. Также от компании Плам. Попадается малышка в 15 мл. В зеленом чае. Гель для очищения лица. Для умывания. С экстрактом зеленого чая. Изготовитель у нас Индия. Насколько я помню. Никогда я с этой компанией не знакома. Интересно будет попробовать. И хорошо, что 15 мл. Быстро истратится. И последнее, что было в коробочке. Это Холли Полли. Покер Фейс. Бальзам для губ. Сделан очень красиво. В виде карты. Такой он оранжевый, яркий. Со вкусом апельсиновой оперы. Насколько я помню. Это горькая настойка. Горький аперитив. Он тоже такого цвета. Оранжевый. Такой пикантный. Цитрусовый. Травый. В общем. Наверное, в качестве этого. Здесь, видите, изображен этот напиток. Обязательно попробую. Такой красивый, яркий. Все, что было в коробочке Royal Beauty Box, мы закончили. Давайте теперь посмотрим, что я купила сама. Сама я выбрала бодрящий подарочный набор для мужчин Organic Shop. Увидела я его в Ашане. Цена на него была очень хорошая. 220 рублей. Я решила взять Blackwood Mint. Здесь освежающий шампунь. 200 мл. И гель для душа. Экстракт коры дуба и мяты. Хороший срок годности. 9-26. Такая очень красивая упаковка. Тактильно приятная. И вот эти буквы здесь так красиво выбиты. Так что, я думаю, что и на подарок, и так в использовании пойдет замечательно. Два шампуня у меня было в этот раз. Жидкий шелк от Glisskur. Шампунь с комплексом керамидов, протеина, шелка. Мне нравится матовая текстура красивая. Мне нравится, что здесь 250 мл хватит надолго. И потрясающий аромат. Очень приятный. Такой косметический, парфюмированный. Нравится этот шампунь. Поэтому, конечно, я его с большим удовольствием приобрела. Он мне вышел в 183 рубля. Покупала его в подружке. Еще один шампунь, который я купила в Ашане. Это компания L Cosmetics Classic. Шампунь, гранат и кератин. Защита цвета. Для окрашенных волос. Объем здесь 250 мл. Такой состав сделан в России. Он гелевый. Аромат у него приглушенный косметический. Покупала в Ашане. Там на компанию L Cosmetics. В тот момент была очень хорошая цена. Выгодная. Он мне обошелся в 173 рубля. Гели для душа Джоанна. Светке. Я перепробовала из этой линейки все. Остался последний, который я не пробовала. Это имбирный пряник. Здесь 240 мл. Срок годности до 27 года может постоять в запасах. Нравится его такой шоколадный. Консистенция. Шоколадный цвет. По аромату. Да, действительно есть нотки имбирного пряника. Какого-то такого ароматного. Со специями. Но вообще мне напоминает марципановые конфеты. Покупала его в подружке. Обошелся он мне в 139 рублей. По акции этого месяца. Также купила я очищающую пенку мусс для умывания. Индекс натуральности. Ничего никогда не покупала от этой компании. Решила взять пенку. Познакомиться. Экстракт яблока, ахокислоты, гидролат ромашки. 150 мл. Я так думаю, что будет такая мягкая пенка. С легким челушивающим эффектом. Здесь объем стандартный. 150 мл. Способ применения. Видите, пока она еще запечатана. Тоже в этом месяце в подружке шла по хорошей цене. 149 рублей. Я не знаю, какая полная цена. Но вот она меня заинтересовала. Я взяла. Давайте покажу вам скраб от Эко Лабораторис. Сахарный скраб для тела. Питание и восстановление. Масло ши, авокадо, макадамии, жужуба и сладкого миндаля. Скраб для тела 200 мл. Обошелся в 189 рублей. Нравится его текстура. Нравится, что он сахарный. Здесь я запечатан. Пока вскрывать не буду, потому что у меня довольно большие запасы скрабов. И этот немножко постоит. На Валберите заказала крем-депилятор от Батист. Выбрала кокосовый с маслом кокоса. Питательный для чувствительной кожи. Я его получила и уже один раз протестировала. Здесь в составе есть лопатка. Действительно кремовый, такой густой. Нет неприятного запаха при использовании. Хорошо все работает, все убирает. В принципе, сказать, что замедляет рост волос, конечно, нет. 100 мл. Там есть разный, с разными одушками, с разными упаковками. Но, в принципе, все они работают одинаково. В аптеке купила пантенол 5% для ухода за поврежденной кожей. 75 мл. Мне пантенол всегда нужен. Видите, довольно свежий. Третья, двадцать четвертая. Всегда нужен, потому что солнечные термические ожоги, трещины кожи, сухость, неблагоприятные воздействия внешней среды, холод, ветер, влажность и так далее. В общем, для всех этих неприятностей поможет пантенол. Вот решила взять такой. Стоил он что-то 137 рублей. В общем, пусть будет. Лишним точно не станет. В Ашане я купила ополаскиватель для полости рта. Их было несколько видов. Я выбрала кулминт, освежающая мята. Я так понимаю, он у нас написано, что сделано в Корее. Но по штрих-коду 49, это Япония. Япония. Да, видите, Токио. Япония. Ну, в принципе, какая разница. 250 мл обеспечит эффективную профилактику. Генгивита укрепляет эмаль. Придает свежесть дыхания. Ну, в принципе, что больше надо. Цена была 170 рублей. Зубные пасты. Для дочки купила лесной бальзам. Меняет цвет пены при чистке зубов. Ягодный вкус. У нас такая была неоднократно. Очень нравится. Она сама по себе белая. И меняет цвет с белого на зеленый. Цена была что-то в районе 110-112 рублей. Еще одна паста. Попалась на глаза мне в Ашане. Была хорошая цена. Это корейская паста 2080 Kids. Мы брали точно такую же в зеленом оформлении. С яблоком. Очень тоже нравилась. И вот решила купить с клубникой что-то новенькое. Попробовать вкус клубника мята. Подходит для детей двух лет и старше. Такая она красивая. Сейчас вам покажу ее консистенцию. Она, видите, как двухцветная. Гелевая прослойка. И обычная кремовая. По вкусу приятная. Цена была 134 рубля. Тоже хорошая. Также в Ашане увидела вот эту компанию. Для меня она незнакомая. ЛМЛ. Пусть будет так. Природная среда. Пиявка и ментол. Это охлаждающий гель для ног. Если я вижу какого-то подобного плана продукта, я беру, пробую, тестирую. Пиявка и ментол. Что-то для меня новое. Кстати, недавно мне знакомая предложила пройти курс гертрудотерапии. И она прошла курс. Ей очень понравилось. Я никогда пиявки не использовала. Даже близко их не видела. Но пока, честно говоря, немножко побаиваюсь. Девочки, кто проходил лечение гертрудотерапию, то напишите, как вам. Я решила взять вот такой вот гель. Здесь видите экстракт пиявки. Ментол, мята, конский каштан. Полынь горькая. Такая красивая упаковка. 99 рублей стоил он в Ашане. Небольшая здесь упаковка. Изготовитель спецмазь. Город Красногорск, Московская область. Пока запечатаю. Потом буду использовать по мере необходимости. Ну, давайте вот сюда его пристроим. Подружке купила мист для тела. Таити. Давно присматривалась. Думала, нужен, не нужен. Но, в общем, решила взять. Думаю, пусть будет. Стоил он что-то дешево. Где-то 124 рубля. Вот в таком формате. 60 миллилитров. Я тоже уже потестировала. Он очень-очень легкий. Действительно пахнет кокосом. Ну, такой, знаете, на 15 минут. Вот нанес. И все. Но мне пока нравится. Еще одна зубная паста. Забыла вам показать. Это Доктор Фрэш. Зубная паста угольное отбеливание. Лайм. Минеральный комплекс. Максимальная защита от кариеса. И, насколько я понимаю, где-то видела изготовитель у нас фитокосметик. Да, смотрите, фитокосметик. Московская область. В принципе, такая зубная паста. Она что-то стоила 78 рублей. За большой объем. Да нет, в принципе, объем стандартный. 75 миллилитров. Кажется, что большая. Так, в принципе, стандартно. Она запечатана. Ну, пусть будет. Зубные пасты уходят быстро. Хочется разные, поэтому видела. Попалась она мне на глаза, поэтому решила ее взять. На Вагберисе я себе купила крем Трезори Дориэнд. Из серии Айуверда. Здесь Амлы и Пачули. Очень пикантный восточный аромат. В таком вот формате пришло мне запаковано. Тоже, кому интересно, то я обязательно оставлю артикул. Я уже потестировала аромат. Мне очень хотелось это сделать. 75 миллилитров. Крем для рук. Обволакивает чарующим ароматом. Придает коже бархатную мягкость. Действительно, он меня соблазнил. Он меня очаровал. Я люблю восточные ноты. Люблю Амбру, Пачули, Мускус. Поэтому все это для меня знакомо и любимо. Давайте я вам покажу консистенцию. Он просто волшебный. Девочки, если вам понравится аромат, вы просто в него влюбитесь. Я понимаю, что аромат это, конечно, дело вкуса на любителя. Но мне он очень понравился. Он такой вот обволакивающий, такой стойкий. Как будто это духи. Вот если бы были духи, если бы был парфюм. А может быть, кстати, он и есть. Я не знаю, надо узнать. Я бы обязательно себе заказала. Плюс теперь я хочу точно такой же гель для душа. Да, он просто меня очаровал. Аромат держится на руках продолжительное время. До тех пор, пока вы не помоете руки. Очень классный. Такой вот прям и аромат волшебный. И хорошо ручки увлажняет, подпитывает. Очень понравился. В Ашане купила бурлящий пончик с пеной от Фабрик Косметологи. Было много разных видов. Мне захотелось купить именно дыню, потому что он яркий. 120 грамм стоил 89 рублей. Там по акции шел. Также купила кусочек мыла от Эль Косметикс. Я так понимаю, в Эль Косметикс вышла новая серия, новая линейка. Вот была Греция. Мыло ручной работы с гидролатом черного винограда. И был еще, по-моему, какой-то курорт. Я его точно не вспомню. Также были от Эль Косметикс гели для душа. Но я решила взять хотя бы мыло. Здесь 100 грамм. Изготовитель Натур Косметик. Санкт-Петербург. Мыло косметическое. Ручной работы. Мне очень хочется его открыть. Я понимаю, что оно такое красивое. Но, девочки, сейчас я ищу ножницы. Я его открою и посмотрим, как оно выглядит внутри. Оно идеально пойдет на подарок. Подарок. Ух ты, смотрите. Оно глицериновое. Честно сказать, я такое не ожидала. Вот такое вот мыло. Разводами. Аромат свежести. Морского бриза. Морских минералов. Чего-то такого. В общем-то, стоило оно 79 рублей. Придется в скором времени брать его в использование. Пока оно такое свежее, мягкое. В общем, теперь вы будете знать, как выглядит это мыло. Если захотите взять его на подарок. Вот такое вот красивое мыло. И напоследок покажу две позиции декоративной косметики. Я купила повторно себе продукт от Люкс Визаж. Гель-корректор для бровей с микрофиброй. Именно в оттенке 04 Спрессо. У меня один сейчас в использовании. Вам покажу щеточку. А этот я себе купила в запасы. Потому что на него была хорошая цена. Где-то он стоил 245 рублей. 245-249. Как-то так вышло. Сейчас может быть даже еще дешевле. Там 220. Ну, в общем, в таком диапазоне хватает мне очень надолго. Оттенок 04 идеально мне подходит. Он прокрашивает брови. Он дает объем. Он их укладывает. В общем, все, что мне нужно. Тот, которым я пользуюсь до конца 25-го года. А свеженький я купила уж до мая 26-го года. Давайте этот пока уберу. А на примере того, которым пользуюсь, вам покажу. Такая маленькая фетровая кисточка. Оттенок холодный. Классный продукт. Мне полюбился. И сейчас я сижу только на нем. Я просто боюсь, чтобы его не вывели с производства. Не убрали с продажи. Поэтому я решила закупиться. И последнее, что вам покажу. Это тушь для ресниц от компании Essence. Она The Volume Mascara Just Beta. Еще одна тушь для придания объема. Только лучше. Я всегда покупаю туши для объема. Потому что у меня сами реснички, в принципе, нормальные. Но вот объема им не хватает. Полная цена 309 рублей. Мне с учетом скидки, по-моему, обошлась дешевле. Здесь фибровая щеточка. Смотрите, 16 мл. Я никогда не видела, чтобы в туши было 16 мл. Такой большой объем. Срок годности хороший. 6 месяцев после вскрытия. Давайте мы ее вскроем. Потому что я буду брать ее в использование. Ух ты, класс! Такая пушистая щеточка. Она прям жирненькая, черная. Классная тушь. Аромата практически никакого нет. По первым ощущениям тушь хорошая. Мне понравилась. Поэтому обязательно пущу ее в использование. Вот такие были у меня покупки в этот раз. Надеюсь, вам было интересно и информативно. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok